Умные дома, умные города и новый проект «Умные дороги». Можете людям, которые не совсем в теме, объяснить кратко, в чем суть проекта и какие проблемы, задачи он поможет решить? «Умные дороги» — это, наверное, будущее не то что Российской Федерации, но и всего мира. На самом деле, чтобы повысить безопасность дорожного движения, необходимо перейти от индивидуального к коллективному восприятию дорожной обстановки. Это позволяет делать технологии V2X и специальный проект «Умная дорога», который реализуется в Самарской области. Между городами Самара и Тольятти мы строим специальную инфраструктуру на основе технологии V2X. Здесь устанавливается 104 специальных базовых станции, которые делают покрытие этой автомобильной дороги. И в автомобиль устанавливаются специальные блоки «Onboard Unit» — OBU. Эти блоки общаются как между собой, то есть автомобиль с автомобилем, так и с инфраструктурой. Автомобиль может получать различную информацию от инфраструктуры в виде горения зеленого света, сколько ему осталось времени для того, чтобы проехать следующий светофор на разрешающий сигнал светофора, и множество других сервисных сообщений, где авария, где затор и так далее. V2X — это беспроводная технология, которая позволяет автомобилям обмениваться данными друг с другом и с инфраструктурой дорог в режиме реального времени для оперативного реагирования на дорожно-транспортную обстановку. Для ее внедрения обеспечивается радиопокрытие автомобильной дороги с помощью придорожных базовых станций — RSU. Сеть базовых станций образует единую инфраструктуру для связи всех подключенных участников дорожного движения. Проект направлен не только на улучшение экономических показателей движения транспорта, но и на повышение безопасности. Так, например, оборудованные V2X автомобили не могут, в принципе, столкнуться, потому что, как и современные самолеты, в каждый момент времени каждый подключенный к V2X автомобиль рассылает информацию о своем местоположении, скорости, направлении движения. То есть два автомобиля, подключенных к V2X, при сближении, опасным сближением, обязательно получат предупреждение о том, что возможно их столкновение. Водители примут соответствующие меры, изменят либо скорость, либо направление движения и предотвратят опасную ситуацию на своем пути. А как это выглядит? Это в машине какой-то блок должен стоять, да, специальный? Как информация передается? Да, все верно. В автомобиль ставится онборд юнит. Это небольшая коробочка с вычислительной емкостью. Вся информация для водителя выводится на человекомашинный интерфейс, обычный планшет, либо штатное головное устройство внутри автомобиля. Выводится предупреждение в виде графики и звука соответствующего. Автомобили оснащаются бортовыми устройствами OBU, которые обеспечивают прием информации и выводят ее на монитор, а также передают данные о состоянии автомобиля, его координатах, скорости и другие показатели на центральную систему управления дорожным движением. Часть функционала будет доступна и через мобильное приложение. В Самарской области это уже реализовано, да? Это какой-то конкретный участок дороги, только работает по принципу умной дороги? Да, действительно. Это определенный участок из центра города Самары примерно в центр города Тольятти. Участок 103 километра, в него входят федеральные трассы М-5, городские дороги и федеральный подъезд к Самаре. А дорога как-то специально оборудована для того, чтобы также быть единым информационным полем этой умной дороги? Да, конечно. Чтобы сделать умную дорогу, необходимо выполнить целый комплекс мероприятий. Во-первых, расположить рольцайт-юниты, специальные базовые станции, которые делают радиопокрытие V2X. Для того, чтобы они работали, их нужно подключить через блокомно-оптические линии связи к серверной части умной дороги. И тогда эта инфраструктура начнет выдавать соответствующие V2X предупреждения для повышения и безопасности, и эффективности дорожного движения. Существует какой-то аудиомониторинг дороги. Как это работает, немножко непонятно. Да, действительно, есть технология акустического мониторинга. Так как мы прокладываем в обочине автомобильной дороги волоконно-оптическую линию связи, одно волокно в этом оптическом кабеле мы превращаем в распределенный акустический сенсор. То есть мы ставим специальное оборудование, которое посылает оптические импульсы в волокно и слушает ответ. При вибро-акустическом воздействии на волокно характер отраженного сигнала оптического, он меняется. Эти изменения регистрирует оборудование, анализирует и выдает события. Где остановился автомобиль, где движения тяжелой техники происходят, где дорожные работы. Слышны даже шаги пешехода. Помимо информации от самих водителей, технологическая сеть V2X собирает данные о событиях на дороге от другой уникальной системы акустический мониторинг автомобильных дорог, которая распознает события на дороге по виброакустическим следам от участников дорожного движения. Задача проекта «Умная дорога» это повышение эффективности и безопасности дорожного движения. Вот этот проект «Умная дорога» он больше для водителей или для служб ГИБДД, которые контролируют безопасность дорожного движения? Такая же история, как, например, современный светофор. Знаете, когда-то давно светофоров не было. Люди испытывали огромные проблемы при передвижении по перекресткам. Непонятно, кто должен был проехать первым. Потом придумали светофор, придумали его и внедрили даже на частные деньги какой-то энтузиаст. Вот сейчас компания поступает таким энтузиастом, которая придумала светофор в виде новой перспективной технологии V2X, внедрила эту технологию на определенном участке и приглашает абсолютно всех протестировать эту технологию. Особенно важно, на мой взгляд, будет запустить на этом участке беспилотный автомобильный транспорт для того, чтобы перейти на другой уровень и показать реальную экономию, которая может дать внедрение беспилотников на технологии V2X и акустическую мониторингу. Система предупредит водителя подключенного автомобиля о приближении аварийно-спасательного или спецтранспорта. Автомобиль своевременно получит информацию о нахождении человека на дороге, оборудованной системой акустического мониторинга. Даже в условиях ограниченной видимости V2X предупреждает об опасности столкновения с транспортным средством на проезжей части. В случае риска столкновения автомобилю, движущемуся за тормозящим транспортным средством, отображается предупреждение об экстренном торможении в потоке и расстояние до него. V2X оповещает о риске столкновения в случае движения встречного транспорта, детектируемого дорожной инфраструктурой. Есть какие-то уже конкретные результаты, как это отразилось, допустим, на безопасность дорожного движения вот на том участке дороги в Самарской области? В настоящий момент идет доработка программного обеспечения, после которой мы планируем установить оборудование и новое программное обеспечение на общественный транспорт. Сейчас идет диалог с Департаментом транспорта Самарской области по установке данного оборудования для того, чтобы получить реальный экономический эффект внедрения. Почему Вы сказали, что будущее за этим? Почему это будет востребовано так во всем мире? Потому что существующие системы ИТС, интеллектуальные транспортные системы, они, несмотря на свою масштабность, дороговизну, внедрение их, к сожалению, не приводит к повышению безопасности дорожного движения. И нужен какой-то новый шаг, совершенно на других физических принципах. И таким шагом будет переход к коллективному восприятию дорожной обстановки, к внедрению V2X. А где-то в мире это уже используется, такой опыт? Да, такие системы активно развиваются в Европе, в Китае, в Америке. Применение такой системы в Арктике, там, где расстояние огромное, оно возможно, будет эффективно? Да, безусловно, такую систему можно применить абсолютно везде. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok